Ну что же, я приветствую всех братья. Такую интересную тему хотел затронуть. В течение месяца, в принципе, треню. Практически каждый день треню. Стараюсь так, по крайней мере, набрать форму. В принципе, более-менее что-то, можно сказать, получается. Есть у меня знакомый очень хороший. Я же когда в свое время, больше пяти лет назад, перестал заниматься боксом, и по любителям там выступал. Он же как бы продолжил и на данный момент там даже выступает. Но все равно там, скажем так, по любителям. КМС по боксу он получил. Сколько говорил, год назад получил кандидат мастера спорта по боксу. Говорит, чуть-чуть не хватило, чтобы получить мастера спорта. Ну, я же как бы на таком позитиве. Интересно, что от меня осталось. Говорю, проведем спарринг. Три раунда по три минуты. Ну, такой, без камер, без ничего. Я его попросил оценить мою текущую форму. Потому что, можно сказать, я практически пять лет. Ну, когда там? Ну, блин, раз в три месяца с кем-нибудь поспаррингую. Там, испарней, там, да, там, по старой дружбе, там, такое, ну, как бы, ничего большего, да. Вот, остальное, все там, работа, все такое, дела, заботы, в общем, не важно, да. Ну, короче, на днях с ним я попросил его, в принципе, оценить мою форму. Там, провели три раунда по три минуты. Вот. Ну, и действительно, я почувствовал разницу, когда ты прекратил заниматься боксом. Разница в чем? Он гораздо быстрее меня был на руках. Ну, это, можно меня даже сказать, немного удивило, да. Ну, то есть, он меня переигрывал. И то, что он отметил, я так после спарринга хотел чисто, ну, поинтересоваться, честно спросить. Я говорю, говорю честно, говори честно, как есть, да. Что от меня осталось за, там, те пять лет, что я, как бы, не занимался уже боксом? Говорит, ну, что? Говорит, сила удара в твоих кулаках никуда не делась. Говорит, то, что ты попадал по мне, говорит, я чувствовал жестко, да. Хоть, несмотря на все, стараясь не показывать. Ну, несмотря на то, что это, как бы, спарринг был там. На всю силу мы, конечно, не рубились. Ну, так, для спарринга я скажу, что мы нормально подзарубились. Но не на всю силу. Не он, не я, как бы. Вот, говорит, говорит, ну, башка у тебя чугунная, как была, говорит, так и осталось. Говорит, говорит, даже от таких ударов, как бы, многие пацаны, как бы, там, у меня падали, как бы, да. вот, говорит, ты их как бы там проглатуешь, не чувствуешь но вот я сам по себе еще что заметил, то что да, он сказал, я функционально конечно же просел, ну естественно, столько лет не заниматься конечно функционалка просядет вот как бы, естественно но если это оценивать как реальный поединок по очкам ну наверное я все три раунда слил у меня как бы, он говорит, у тебя сейчас как больше шанс, говорит, даже как панчера, как бы, потому что говорит у тебя, говорит, быстро закисляются руки, как бы, ты ну, вместо того, чтобы уже как-то более серийно работать, да, ты больше стараешься вложиться в удар, как бы да, ну действительно я заметил но говорит, что удар, типа, стал у тебя даже тяжелее, как бы, да несмотря на то, что я прекратил заниматься боксом говорит, я твой удар, говорит, чувствовал нереально на себе вот, ну говорит, в целом, говорит то, что, ну ну, мы ж оба смотрим там некоторые промоушены там, хардкор, топ-дох как бы, ну любители такое посмотреть что он, что я он говорит, если реально, он говорит там ну, многих сейчас интересует там вот, чтобы там какие-нибудь КМСники, мастера спорта по боксу выступали, такие молодые талантливые ребята, да а если получается в заявке ты там указываешь, что как бы ты ж не укажешь там, а когда ты занимался боксом, да нет, нужна определенная какая-то база чтобы у тебя была, чтобы ты был интересен там, промоушену или организации он говорит ну, как бы, у меня никакой ну, как бы, база бокс, но я никто, как бы, получается я просто выступал по любителям я не дошел ни до мастера спорта ни до кандидата в мастера спорта, да хотя и поражений там на любительской карьере еще не было, ну, по местному уровню ну, и вот он говорит, что говорит, Коляна, говорит, пока тебе встроят побременить и, говорит, если есть возможность побольше спаррингов за зиму, говорит, еще поднабрать форму хорошо поработать над кардио, кроссфит, говорит говорит, удар мощный, говорит, но руки у тебя говорит, вот из-за твоих вот этих вот вкладываний в удар, говорит, они у тебя быстро закисляются, как бы вот, но как бы ну, человек, как бы, опыт не менял он продолжил заниматься боксом я думаю, что прислушаюсь и всю зиму буду еще себя приводить в форму а с весны буду пробовать, да он, говорит, конечно, не советовал бы тебе там прибрехивать и указывать, что ты хотя бы там КМС по боксу потому что, говорят, там реально я, говорит, знаю таких ребят говорит, некоторые даже отдаленно так знакомые можно сказать говорит, там реально, ну, ребята, как бы там просто все лицо будет, как бы, в крови говорит, вырубить тебя вряд ли вырубят говорит, хотя все может быть это не исключено, говорит, но говорит, тебе нужно, как бы, набирать вот этот вот функционал, говорит, ты перестал работать сериями, говорит, ты начал вкладываться в эти удары говорит, говорит, да, ты там пару раз по мне попал говорит, я там маленько даже там ну так, говорит, там ощутил такое ну, как говорится затемнение в глазах там буквально там на время но, говорит, как бы то, что действительно техника, та, которая у меня была техникой ну, когда мы спарринговали то, что помнит, говорит, ну говорит, функционал ушел серии пропали говорит, ты сейчас какого-то немножко типичного такого мешковатого панчера ну, так честно говоря, мне превращаешься говорит, удары у тебя там удары у тебя поставлены да, там, говорит, все остальное это у тебя никуда ничего не делось говорит, ну, вот то, что говорит ну, подсдал, в чем по крайней мере, правду рассказал и я вот думаю теперь на протяжении всей зимы набирать форму дальше в домашних условиях плюс еще на спарринге ходить с парнями, как бы практиковаться все остальное потому, что, как бы сейчас я послушал своего товарища и он сказал, что это будет не лучшим решением вот и, пожалуй, я прислушаюсь вот но, в любом случае это будут только голые кулаки я говорю сразу потому, что если вы меня и увидите где-то это будут голые кулаки потому, что там, хардкор ММА то есть, ну, как бы в рэплинге в борьбе ну, блин я близок к нулю из всех приемов я знаю гильотина гильотина вот если там попадаешь и то, опять-таки если меня повалить там, начать забивать там, все остальное тяжело подниматься как бы поэтому я так для себя принял решение голые кулаки или попробовать он мне предложил такой вариант как с весны выступить на стрелке он говорит там там говорит ну, пацаны такие что, как бы некоторые просто ну, колхозники какие-то приходят говорит вот там реально можно себе набить рекорд как бы, да и медийно подраскрутиться говорит это как более лучший вариант себя и говорит там я уверен что у тебя будет череда хороших побед как бы и побед причем досрочных он так, ну прогнозирует, да ну, поэтому посмотрим как бы попробовать думаю, стоит но пока что всю зиму я себя буду приводить в форму ну, что ж вот такими мыслями я поделился так не сказать что я разочарован я ожидал что, конечно же если более 5 лет ты не занимался как бы, да и там у тебя другие заботы и хлопоты были то, естественно там ничего ожидать сверхъестественного от себя я и не стоил ну удар сохранился держак на месте функциональность серийность подтянуть техника говорит работа ног вроде говорит более-менее что-то осталось вот ну, а так в целом как-то вот так вот и прошел наш спарринг может и стоило снять я не знаю как бы просто не знаю насколько такой контент бы зашел я не снимал как бы но блин ну, не знаю если, в принципе интересно будет почему нет можно как бы будет и снять спарринг но, опять-таки если будет интересно я не знаю тем более что я не думаю что это много просмотров там и всего остального она берет ну, так просто на заметку да, в принципе наверное, это и все чем я хотел так с вами поделиться наверное будем прощаться вот буду дальше разбирать карты UFC 269 наверное, завтра уже начну давать новые прогнозы так у меня на этом все будем прощаться до новых встреч до новых встреч